Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Арменака Абрамян направил поздравления 46-му президенту США Джо Байдену. Виталий Баласанян де-факто руководитель Арцаха. Интервью с депутатом парламента Западной Армении Симоном Таруняном. Интервью с экспертом по Азербайджану Армена Адбекян. Турция идет на провокации в Восточном Средиземноморье на Горном Карабахе Пампео. Пять жемчужин средневековой армянской литературы доступны на английском языке. Введены в обращение марки памятники истории культуры Армении. Господин президент от своего имени и от имени армянского народа Западной Армении сердечно поздравляю вас с победой на президентских выборах, которые действительно являются победой независимых государств. Женщины и мужчины Западной Армении, которые когда-то верили в ценности честности и свободы в Соединенных Штатах, сегодня защищены. Соединенные Штаты Америки во время Первой мировой войны, благодаря докладам и мемуарам американского посла Генри Маргентау в Константинополе, раскрыли перед международным сообществом преступления, от которых пострадал армянский народ. Соединенные Штаты Америки, которые, чтобы засвидетельствовать справедливость, демократию, свободу, являются основой, первой мировой державы в лице Сената 11 мая 1920 года признали Республику Армения на территории Западной Армении и приняли мандат 28-го президента США Водро Уильсона на вынесение арбитражного решения 22 ноября 1920 года, устанавливающим международные границы между Турцией и государством Армения. Эта Армения на территории Западной Армении уже была де-факто признана союзными державами 19 января 1920 года на Парижской конференции де-факто Соединенными Штатами 23 апреля 1920 года и до юра 11 мая 1920 года, после конференции в Сан-Ремо, поддержанной мирным договором, подписанным в Севере, 10 августа 1920 года. Договор ратифицирован Западной Арменией 24 июня 2016 года. Соединенные Штаты Америки, которые четко и недвусмысленно подписали конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, резня армян Турции как преступления геноцида на основе определения господина Рафаэля Лемкина, от имени Западной Армении были возведены в ранг справедливой Армении. Соединенные Штаты Америки, которые сегодня выразили свое искреннее неприятие продолжения этой несправедливости в мире и решили дать вам полную уверенность в сохранении ценностей и добродетелей, которые сделали его поистине сверхдержавой. Господин президент, мы, поколение людей, переживших геноцид, которые хотят видеть сегодня Соединенные Штаты Америки под вашим руководством, надеясь на реализацию прав армянского народа посредством Закона Штатов, связанного с Конвенцией Монтовидео, принятой Западной Арменией 1 октября 2016 года, и принять смелое решение об инициировании экзекватуры этой правовой субстанции, соответствующей арбитражному решению президента Уэдра Уэльсона. Господин президент, поздравляю вас и сознательный и активный американский народ. Мы протягиваем вам конструктивную и братскую руку, чтобы наши два народа могли работать вместе и заложить основу лучшего будущего для всего человечества под эгидой безопасности, стабильности и процветания с уважением к нашим генетическим ресурсам, и чтобы никогда больше не было насильственного перемещения людей или систематических планов истребления народов Земли. Мы убеждены, что сегодня великие державы имеют реальный шанс исправить ошибки прошлого и принять международное право, основополагающий принцип мира, без которого мир был бы хаосом, управляемым варварством, как мы видим в настоящее время в республике Арцах, которая пострадала от 44-дневного военного наступления турецко-азербайджанской армии, усиленной полчищами джихадистов Сирии. Господин президент, уполномочив нас, вы позволяете нам брать на себя настоящую ответственность за нашу судьбу, привязав его к мирной судьбе, которую вы имеете право возглавить сегодня. Желаю вам скорейшего выздоровления при всем уважении Арменака Абрамян, президент республики Западной Армения, Карин, 1 декабря 2020 год. Президент Арцаха Райка Рутюнян заявил накануне о начале политических консультаций о формировании власти национального согласия во имя безопасности и развития Родины и благоденствия народа. Уссируются сведения до этого заявления, что протянул руку сотрудничества бывшим, предположил оставить в стране все прежние разногласия и взяться за дело о восстановлении оставшейся части Родины. В частности, Виталию Баласаняну предложено вернуться на прежнюю должность секретаря Совета Безопасности, от которой он был отстранен Бакуса Океаном по призыву Никола Пашиняна. Президент Арменака Абрамян передал свои поздравления генералу Виталию Баласаняну, который хорошо осознает ответственность, которая возложена на него. В эфире телевидения Западной Армении депутат национального собрания Симон Тарунян проанализировал сложившуюся ситуацию после Арцахской войны и рассказал о проблемах и правах беженцев и вынужденных переселенцев, о вновь оккупированных территориях Азербайджаном и об их исторической принадлежности к Армении. Армене Адебекян – «Наш оружие, наш ум» в эфире телекомпании Западной Армении, эксперт по Азербайджану Армене Адебекян проанализировала изменения во внешней и внутренней политике Армении, политику нынешнего правительства и дипломатические ошибки. На вопрос о том, что время от времени будет война ресурсов и очевидно, что противник превосходит нас, какой будет наше оружие – ответ был ясен, что нашим оружием будет только наш умственный потенциал. Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник на видеоконференции министров иностранных дел стран НАТО, что Турция выступает против принципов и деятельности Альянса, тем самым подрывая его единство. Об этом сообщает македонское информагентство в Афинах АМНА со ссылкой на греческие дипломатические источники. В частности, по данным тех же источников, Помпео указал на провокационные действия Турции в Средиземноморье, Ливии, Сирии и также в Нагорном Карабахе. Софене Армения Ак объявляет о публикации пяти жемчужин средневековой армянской литературы. «Жемчужины» – это первые выпуски новой серии и двойной язык, в которой оригинальный армянский текст размещен с левой стороны, а соответствующий английский перевод с правой. Пять опубликованных книг включают в себя история Аристокес Ластеверцы, история Агванка, летописи Матеос Урхаеци, летопись Сэмбата Спарапета и история Грикора Акнерцу. В этих книгах рассматриваются важные эпизоды армянской и ближневосточной истории, в том числе монгольское и сельджукское нашествие, падение Ани, битва при Манаскерте, крестовые походы и другое. Они также содержат большой объем информации об армянской антропологии и фольклоре и являются бесценным учебным пособием для студентов, изучающих классический армянский язык. Книги должны быть неотъемлемой частью библиотеки каждого армянина. Книги доступны на сайте Амазон в твердом переплете. Для получения дополнительной информации посетите армянскую библиотеку Сафены. Вместе с тремя почтовыми марками номиналом в 240, 330 и 350 драм компания iPoster и почта выпустила также благотворительный купон номиналом 120 драм, который прилагается к почтовым маркам. Сумма от продажи купонов будет направлена на сохранение историко-культурных памятников Армении. Почтовые марки отпечатаны в типографии «Картор» во Франции, тиражом в 10 тысяч экземпляров каждый. Автор почтовых марок – дизайнер Ваган Макарчан. На почтовых марках изображены Агаракадзорский мост XIII века, который находится в Айадзорской области. Мост расположен на реке Арпа в 2,5 километрах к западу от села Агаракадзор. Одноарочный мост действовал до 1970-х годов. Мармашенский монастырь, который находится в Ширакской области. Мармашенский монастырь, расположенный на левом берегу реки Ахурян, является одним из лучших памятников армянской архитектуры. Главный храм монастырского комплекса был построен Ваграмом по Хлевуни в 1988 по 1029 годы. Ереурейская базилика VI века, которая находится в Ширакской области. Ереурейк – трехнефная базилика с тремя парами крестообразных пилонов и двухэтажными помещениями по четырем углам. Имеет богатую декоративную отделку. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Нубар. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Продолжение следует...